Приветствую вас, ну и как мне это видится, это то, что у вас есть нереализованные потребности, которые вы проектируете на парней. То есть, когда вы взорвствуете, когда вы смотрите на ней как на потенциальных парней, вы от них что-то хотите для себя получить, вам чего-то не хватает в жизни, ну и вы эти свои желания проектируете, переносите на этих самых мужчин и тем самым не можете дружить. Потому что, как вы смотрите, когда вы начинаете воспринимать мужчин именно как ваших потенциальных парней, то это значит, что вы в них нуждаетесь, вы в чем-то нуждаетесь по отношению к ним. Особенно если вы смотрите на всех, это значит, что данное желание нужно выявить, понять их суть и научиться правильно удовлетворять. Тогда не будет этого неконтролируемого флирта с вашей стороны, тогда не будет этих завышенных ожиданий с этой стороны вас по отношению к мужчинам. И тогда вы сможете не смотреть на них как на равных себе партнеров, а не как на источник тех желаний, которые у вас есть сейчас. Точнее, на источник удовлетворения тех желаний, которые есть у вас сейчас. Вполне вероятно, что через них вы пытаетесь вас ползать что-то в себе такое, чего вам не хватает. Вполне вероятно, что это может быть даже не идет из детства, из-за проблем, например, с вашими родителями. Вполне может быть, что так вы пытаетесь купировать свою неуверенность в себе. Может быть, что-то еще. Но суть в том, что эта потребность, которую вы пытаетесь реализовать неправильно, наиболее доступна для вас способом. И ваш выбор способа, он обусловлен нелегкостью, не столько нелегкостью, сколько непониманием того, чего вы хотите, и, соответственно, непониманием того, как еще можно удовлетворить то, чего вы хотите. Вот, лично мне так видится ваша проблема. Конечно, могут быть еще другие причины такой вот вашей влюбчивости, но я думаю, что основная все-таки это. Чтобы более конкретно дать вам рекомендацию, чтобы более конкретно, более полно понимать, что с вами происходит, нужно больше вас узнать, больше информации о вас. И, собственно, знаете, я бы еще выделил такой момент, значит, что вот вы пишите, что вы ведете себя на метах, как будто взвертуете, это портит дружеские отношения. И, естественно, когда мужчина, которому я в данный момент импотевирую, кого-то находит, у меня появляются неприятные чувства, погоде на ответ, что испытывают при разрыве с любимым человеком. Понимаете, вы вот что-то получаете от этих мужчин, свертуясь с ними и как бы представляя себе, что вы, возможно, с ними встречаетесь. Кстати говоря, интересно еще другое, как мужчины воспринимают ваш флирт, взлистуете вы с свободными мужчинами или со всеми, и что будет и было ли, если мужчина ответит вам на флирт, то есть готовы ли вы развивать отношения. В любом случае, кроме того, что у вас есть потребности, это еще и, я бы сказал, немного занизанная самооценка, может быть даже наличие определенных комплексов, но это уже более конкретные причины, более такие узкие, более частные, с ними нужно разбираться, идентифицировать их нужно уже непосредственно с вами. Потому что вот так, пока можно сказать, что вы к каждому мужчине стучитесь, затем, если вы от него что-то получите, причем полностью получить вы от него это не можете или боитесь, или не хватает вам настойчивости, сами этого получить вы не можете, потому что не осознаете, чего именно. И когда мужчина находит в себе девушку, вы чувствуете, что теряетесь, что-то, и затем возникает неприятное ощущение. Вот выявить, что и нужно вам, тогда влюбчивости не будет, по крайней мере, влюбчивости во всех не будет. Вы путаете влюбчивость с восприятием человека, как источником удовлетворения своих потребностей, потому что если бы вы действительно любили человека, любить мужчину, вы бы желали ему счастья, а желая ему счастья, вы были бы рады, что он нашел другую девушку, с которой он, соответственно, это самое счастье обретет. А раз вы не рады, значит, вы его не любите, а как бы через него реализуете свои желания, то есть то, о чем я говорил. На этом все, надеюсь, что помог вам, нет ли какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok